В эфире новости на 9 канале, в студии Ирина Калашникова. Здравствуйте! Сегодня, в первый день весны, в мире отмечают День гражданской обороны. Роль служб спасения, с учетом текущей обстановки в нашей стране, особенно в приграничных регионах, переоценить сложно. Именно эта система ликвидирует последствия аварий, катастроф, обстрелов, обучает население защите от оружия массового поражения, отвечает за эвакуацию граждан и культурно-материальных ценностей из зоны боевых действий. А еще под их контролем исправна система оповещения о воздушной тревоге. В Старомосколе сегодня прошла проверка уличных громкоговорителей. Повторяю, техническая проверка системы оповещения. Некоторым жителям города пришли сообщения от РСЧС, Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На сегодня в округе в системе уличных громкоговорителей 65 устройств. Все они находятся в работоспособном состоянии и готовы быть использованы по назначению. О результатах проверки 9 каналу рассказали в управлении ГОИЧС. Сегодня проведена проверка системы оповещения с запуском устройств в режиме речь и сирена. Установленные на территории округа устройства обеспечивают оповещение населения более 90%. В местах, в которых по каким-либо причинам невозможна установка стационарных устройств, планируется в случае чрезвычайных ситуаций оповещение населения проводить с использованием автотранспорта с установленным системой звукоусиления. Тепленькая пошла. В отдел новостей 9 телеканала обратились жители дома номер 14 по улице Урицкого. Проблем у них много, но главное – отсутствие горячей воды. Теплоснабжение к дому даже не подведено. А водонагреватель больше 10 лет назад вышел из строя. Репортаж Анастасии Конниковой. Дверь не закрывается. Она не доходит. Пол поднялся. Все такие доски чувствуются. Они отошли. Квартира Марии Рак в 14-м доме по улице Урицкого за последние три года заметно преобразилась. К сожалению, не в лучшую сторону. Стены стала украшать плесень. Деревянный пол встает на дыбы. А дверь попросту не закрывается. Причина в ливневке, которая отводит воду с крыши пятиэтажки. Конструкция давно прохудилась, а в этом году и совсем не прошла проверку февральской оттепелью. 26 февраля. Вот такой потоп утром. Дом в целом, признаются жильцы, проблемный. Месяцами не убирается и не моется. Окна, сколько ни разу не мыли в подъезде. Сами моем окна. Вот сейчас потоп был у нас. Будут панели у нас помыты или нет? И двери у нас все... Ну, двери мы сами помыли. Все, поток идет. И уже не первый раз мы заявляли. Идет на щиток, а на щиток попадет это все. Но больше всего жильцов беспокоит отсутствие горячей воды. Их терпение исчисляется не одним десятком лет. Проблемы начались лет 20 назад. Но мы забили тревогу лет 12 назад. Потому что все ждали и думали. Ну, мало ли. Ну, русский человек, он все ждет и непонятно. Что-то все... Температура горячая в кранах. Температура воды все меньше, меньше. И получается уже до такой степени, что мы начинали ванну принять нельзя. Если там внуков детей покупать, то мы грели на газу, чтобы принять ванну. Когда 35 лет назад строился этот дом, такое благо цивилизации, как горячая вода, здесь не предполагалось. В пятиэтажку заселились в основном сотрудники мехзавода. Руководство предприятия по доброте душевной установило в подвале соседнего общежития нагреватель, вода в который поступает из труб отопления. К слову, все эти годы теплоэнерго даже летом оставляла воду в системе, чтобы было что нагревать. Пока котел работал, особых проблем не было. Но техника не вечная. Воду горячую почти через день дают хорошую. А так, как парное молоко. 38 градусов, 39. И купаться нельзя в этой воде, потому что она тут же остывает. Потому что ванна чугунная, она холодная. Сейчас температура воды в кранах жильцов зависит напрямую от температуры за окном. В морозы, когда в батарее поддают огня, течет более-менее горячая. На термометрах плюс идет еле-еле теплое. Соседи не раз сообща атаковали главы губернаторов. Но помочь им никто не смог или не захотел. Местная УК предлагает людям приобрести новый бойлер за их собственные деньги. Сейчас мы проводим собрание финансовое участие собственников в установке именно на их дом и ТП, индивидуального теплового пункта. Но, я как понимаю, жильцы против данного финансового вложения. На 2020 год это стоило 580 тысяч. За свой счет устанавливать систему водонагрева люди не хотят. Живут здесь в основном обычные пенсионеры. Помочь не могут и теплоэнерго. Хотя все эти годы жители Урицкого, 14, платили за горячую воду по общегородскому тарифу. На сегодня это 134 рубля 60 копеек за кубометр. Централизованных сетей на улице Ленина горячего водоснабжения у нас нет. Отсутствуют эти сети. Существуют сети только теплоснабжения. Обеспечить нагрев от внутридомовой системы отопления мы просто не физически, Ну, физически мы это дело не сможем сделать. Поэтому было принято решение с 1 марта не брать с жителей плату за горячее водоснабжение, а обеспечение горячей водой не в компетенции нашего предприятия. В присутствии съемочной группы 9 канала директор УК «Славянская» пообещал починить ливневку на крыше и устранить мелкие недочеты по содержанию дома. Но горячей воды в кранах жильцы, видимо, не дождутся. По крайней мере, это поколение. Анастасия Иконникова, Евгения Левошко, Михаил Актьонов, 9 канал. В Старомосколе с начала года выросли темпы жилищного строительства. За январь 2023 в округе ввели 69 индивидуальных жилых домов общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. От общего ввода жилья по Белгородской области – 15%. Из общего числа домов 59 коттеджей введено в границах Оскола и 10 домов в селах. Средняя площадь введенного жилья горожан – 160 квадратных метров. У селян строят чуть меньше – 150 квадратных метров. Белгородская область заняла 46 место по уровню безработицы среди субъектов РФ. Такие данные публикует РИА Новости. Согласно статистике, в среднем белгородцы тратят на поиск работы около пяти месяцев. На данный момент официальный статус безработного имеют 3400 жителей региона – это 3,6%. Что касается соседей, то Курская область вошла в десятку с показателем 2,3%, а Воронежская оказалась на 37-м месте – у них 3,3% безработных. Ниже Белгородщины среди соседей по Центральному Черноземью только Липецкая область – 52 место. Уровень безработицы – 3,8%. Возглавляет же рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь безработных всего 1,6%. К Всемирному дню некоммерческих общественных организаций в Общественной палате наградили старооскольцев руководителей НКО. Затем на заседании рассмотрели ситуацию с очисткой водоемов. Денег на эти цели не хватает, поэтому нужно привлекать внутренние ресурсы. Подробности в нашем материале. В заседании Общественной палаты началось с награждения НКО. В благодарности Совета депутатов и администрации грамоты самой палаты получили 15 руководителей некоммерческих общественных организаций. Быть руководителем в социальной сфере в тысячу раз сложнее. Сложнее, чем быть руководителем самого крупного холдинга. Потому что в социалке отношения, в социалке услуги, в социалке всегда люди. А быть руководителем некоммерческой организации для меня это просто, вот пока для меня это непостижимо. Вы делаете очень-очень правильное дело. Хочется про таких близко человечище. Среди награжденных и те, кто развивает спорт, несет культуру в массы, поддерживает ветеранов горячих точек, опекает больных ребят и не дает скучать пенсионерам. Из Лентьева Елена Александровна. Андрей Иван Иванович. Для кого-то это первая подобная награда, а у кого-то из грамот уже образовалась стена славы. Татьяна Шаповалова признается, за годы скопилось столько, что счет в общей сложности, наверное, идет на десятки. Ее женский футбольный клуб «Олимп» появился 15 лет назад. Сейчас в нем занимаются около 80 девочек и девушек. Я думаю, что наградили за то, что я занимаюсь с детьми. Очень много через нас прошли девчонок. И есть очень хорошие результаты, которые девочки у нас выступают за национальную сборную России и выступают в суперлиге. Это ЦСКА-клуб, локомотив. Мы построили спортивную площадку открытую, первую в Старом Московске, которая была освещена. И мы занимались почти круглогодично и круглосуточно. Девчонки имеют хороший успех. Мы им открываем зеленую дорогу. У председателя местной организации Всероссийского общества инвалидов более тысячи подопечных. Кому-то помогают финансово. Но по большей части инвалиды объединились, чтобы не чувствовать себя изолированными. Ко мне обращаются родители инвалидов. И просто так вот, просто им нужно общение. Да не каждый с ним будет общаться вот так. Так кажется, что, да, социум есть, пожалуйста, ходите, общайтесь. Но им проще и лучше общаться с маленькими группами, маленькими сообществами, которые друг друга знают. Они друг друга понимают. У них общие интересы. После чествования НКО перешли к вопросу об очистке рек. Жители на страницах администрации округа в соцсетях проголосовали за два объекта. Почти километровый участок реки Осколец от микрорайона Звездный до переулка Терехова и километровый отрезок реки Оскол в сторону моста Федосеевка-Каплина. Их нужно привести в порядок в 2024 и 2025 году. Председатель общественной палаты Юрий Ромашин считает, ждать финансирования, которое в нынешних условиях сокращается, не стоит. И сил только МЧС не хватит. Нужно искать внутренние резервы. Ну а что делать? Обращаться к предприятиям надо. В том числе и муниципальные предприятия. Это тоже всё понятно. Вероятнее всего, к очистке водоемов начнут привлекать коммунальщиков. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Белгородская область на путешествие школьников по региону получит более 63 миллионов рублей. Деньги федеральный бюджет выделил в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В прошлом году достопримечательности Белгородщины увидели почти 4000 ребят. В этом бесплатные двухдневные поездки запланированы для 12 тысяч учеников. В мини-путешествия включены трансфер, проживание, питание, билеты в музеи, выставочные залы и мастер-классы. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Уходящая зима сделала россиянам роскошный подарок. Две ночи над страной – полярное сияние. Причина – геомагнитное буря. Причем геомагнитное возмущение такой силы, что свечение заметили даже в Подмосковье. Правда, до нас оно не дошло. Зато дошел прогноз на март. По данным гидрометцентра, в Центральном Черноземье среднемесячная температура окажется на пару градусов выше нормы. И осадков чуть больше обычного. В виде мокрого снега, вероятно, они и завтра. Днем 2 марта в Старом Осколе и Губкине от минус одного до плюс одного. Ночью – ноль минус три. Ветер западный – 4,5 метра в секунду. Атмосферное давление – 746-748 миллиметров. Магнитное поле – спокойное. Весна на пороге. А в Старый Оскол приехала финская ярмарка распродажа верхней одежды. Демисезонные и зимние модели на любой вкус и кошелек. Акцент на практичность. С этой стороны у нее находится шерсть альпаки, а с этой стороны полностью шерсть овчины. Очень хорошо то, что у нее с этой стороны шерсть обработана лазерным распылением. Все излишки полностью прижжены. За счет этого она не будет закатываться. И в принципе она очень хорошо относится к влаге. С этой стороны она уже будет немного по-другому выглядеть. Более классический вариант. То есть замочки, фурнитура. Все идет титановый сплав, очень плотная молния. Мужские и женские дубленки, куртки, плащи. Качественная фурнитура и натуральные материалы. Я просто-напросто отслеживаю появление этой компании с финской ярмаркой в наш город. Поэтому являюсь практически постоянным клиентом этой компании. Я потому что вижу, насколько интересные, качественные, практичные вещи они привозят. И с каждым разом все интереснее и интереснее модели. Вот сегодня я себе прикупила весенний пальтишко. И я очень довольна. Также на ярмарке представлена белорусская обувь. Я уже здесь бывала в осенью. Спасибо, я купила себе обувь белорусская. Очень удобная и недорогая, зимняя хорошая. Плащ, ветровка. Тоже очень удобный, модный, красивые расцветки. Размерный ряд с 42 по 74 и большой выбор. Определиться помогут вежливые консультанты. С европейской компанией все вот эти остатки со складов распродаются как раз-таки со скидками до 70% по оптовым ценам. Было принято решение реализовать товар в 50 городах России. Финская ярмарка пробудет в Старом Осколе до конца недели по адресу проспект Комсомольский, 33, остановка Детский мир, ориентир воздушные шары.